Киев сильно разочаровал Варшаву. Об этом в интервью агентству Reuters заявил вице-премьер Польши Януш Пехочинский, отметив, что за год Украина так и не смогла перейти на западную систему ценностей. Никакого прогресса в построении демократии не наблюдается, а экономика страны буквально трещит по швам. Кроме того, Пехочинский подчеркнул, что позиция Варшавы по конфликту на Юго-Востоке не помогла Польше усилить свою политическую значимость, а лишь привела к экономическим потерям из-за российских контрсанкций. И в дальнейшем соседи от Украины ничего хорошего не ждут. С Украины поступают очень тревожные сигналы. Экономика там начинает разваливаться, экономические связи распадаются. И при наихудшем сценарии развития событий на Украине нельзя исключать притока в Польшу нескольких сотен тысяч эмигрантов. В том, что ситуация будет развиваться именно по наихудшему сценарию, не сомневаются международные эксперты. Агентство Bloomberg опубликовало свой мини-прогноз. До конца года экономика на Украине упадет еще минимум на 5,5%. А в 2014-м показатель уже снизился почти на 7 пунктов. Единственный выход – это простить Киеву все долги и дать еще 17 миллиардов долларов в кредит на льготных условиях. Пойдет ли финансовое сообщество на такой беспрецедентный, если не безрассудный шаг, станет ясно 11 марта на заседании Совета директоров МВФ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!